С гражданским общественным транспортом, с наступлением весны, местами возникли проблемы. В редакцию нашего телеканала обратились жители посёлка Эмаус, что под Тверью. Их беспокоит вопрос транспортного сообщения с городом. Порой общественного транспорта им приходится ждать более часа. Наша съёмочная группа разбиралась с проблемой. У нас три недели не было автобуса. У нас не только три недели. А их не было вообще. Ни первого, ни второго, ни третьего. Мы ходили... Рейсов не было, рейсов не было. Инна Ивановна пенсионерка. Она трудится на заводе. Убирает перец мины в цеху. На работу надо приехать рано. Поэтому женщина пользуется автобусом, который отходит от остановки Эмаус в пять утра. Но в один прекрасный апрельский день уехать на работу она не смогла. Мы ходили на Реткинске туда, на трассу. На трассу и там только садились и уезжали. Дело в том, что мы все пенсионеры, мы работаем уборщицами. У нас этот автобус, он как раз обслуживает городские заводы, фабрики. Мы там убираемся. И без нас мы должны убраться, а народ потом приходит и работает. Но мы не успеваем, и народ начинает нервничать, начинает возмущаться. Но проблема транспортного сообщения Эмауса с Тверью есть и в дневное время. Сетуют местные жители. Сейчас стоите, да? Сейчас десять стоит человек. Я маленько поменьше стою. Сколько вы? Минут двадцать пять я точно стою. Ольга Григорьевна всегда пользуется приложением, чтобы спланировать поездку в Тверь. Но оно иногда подводит, говорит женщина. Показывает. Вот через восемь минут. Через несколько минут заглядываешь, он исчез. Он в космос улетел, его нет. Надежда Ивановна также недовольна работой автобусов. Женщина рассказывает, что молодежь, которая учится в Твери, порой не может уехать на учебу. Они сказали, при этом вам справку дадим, что не было транспорта, ну то, что не так просто вы прогуляли или что-то там. Но это что, мыслимо? Справедливости ради отметим, что одну проблему транспортная компания, оперативно откликнувшись на запрос жителей пригорода, вполне быстро решила. В расписание вернули первый автобусный рейс, который шел в пять утра. И нам вернули наш автобус, который называется 0020. Нам его вернули, а он ходил, оказывается, по другому маршруту, по каким-то причинам. Хотя он зиму на нас работал. И вдруг его не стало. Таким образом, одна проблема с повесткой снята. Добраться на работу местные теперь снова могут. Но остались опасения, что утренний рейс может работать нестабильно. Мы отправили запрос в транспортную компанию, чтобы узнать о вариантах снятия других претензий. Отметим, что компания «Транспорт Верхневолжья» достаточно оперативно реагирует на просьбы пассажиров. Недавно перевозчик объявил о внесении корректировок в пять маршрутов Тверской агломерации. С 1 мая на них изменилась схема движения, было увеличено количество рейсов. Также возобновили работу сезонные направления. Сложности с транспортным обслуживанием нередко возникают весной с началом дачного сезона, когда возрастают пассажиропотоки на пригородных направлениях.